Доброе утро! Доброе утро, ребята! Доброе утро! 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 Взяли тогда этого самца, мы обалдели, какой он классный, общительный, с характером. Вот взяли, когда девочек, начали заниматься ими, ну просто вот как вы животное дома, любую собачку, учите командам, учите, что можно, что нельзя. Позитивное подкрепление, да? Абсолютно, да. А с ними занимаешься, они настолько все впитывают, им настолько все интересно, потому что они по природе вообще живут, вот девочки, по 40 самок в стаи, с детенышами они ходят, они привыкли, что у них главная самка, она ведет их на охоту. И они по мелочи там, что находят, питаются целый день. И то есть мы то же самое с ними делаем в дрессуре. Так, а самцы где в это время? Они одиночки. Одиночки. Они сами по себе питаются. Приходят только в брачный период. Да, то есть мы имитируем то же самое, что они делают в природе. То есть они за мной ходят, и за то, что они выполняют какие-то команды, получают какую-то вкусняшку, считай, побыли на охоте. А может и показать, как ты ведь бываете? Ну, в основном больше с реквизитом, но именно есть без реквизита, у нас один трюк, да. Показать. Мы можем показать с хосочкой. Да, хосочка. Хосочка. Хоса. Хос. Кульбит. 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 Молодец. Кульбит. Кульбит. Ай, умничка. О, ай, молодец. Ой, она еще и пищит так мило. Да, разговаривала. Ты умничка, да? Скажи, изюменька не хочу. Изюмчик, мы не очень, да, мы на мяско. Ну, чего, орешки тоже можно. У нас, всем тем, кто присоединился, скажу, что у нас в гостях артисты программы «Кураж». Живу в эти выходные, приглашаю всех жителей Запорожья посмотреть эту программу. Вот буквально 30 числа в 16.00 будет представление. У нас есть пригласительный как раз именно это представление. Есть, кстати, звонок телезрителя. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, ну, в принципе, готова вам подарить пригласительный. Спасибо. Але, что, пограетеся с нами. Ирина, есть у вас какие-то вопросы к нашим гостям? Ну, я как раз хотела спросить, какой вкусняшкой? Там их кормят прямо на арене цирка за каждое удачное выступление. До речи, а глядачи, какие цирки проходят? Можут там взять что-то с собой, чтобы прогустили тварей? Нет, у них же режим. Да, просто это режим режим. Люди разные бывают. Бывает, то приходят с добрым, а бывает, то нет. А в манеже мы их подкрепляем мясом. Только мясо и только в основном они любят говяжье сердце. Потому что все остальное еще они перебирают. Курицу вообще с трудом. Ира, вы еще с нами? Да, я здесь. От у нас традиционно, когда мы какие-то детские квитки разигрываем, например, квиток до цирку «Кураж на 30 число», мы предлагаем вам погратися в нашу игру и поделиться нашу рубрику «Говорят дети». Нагадаю, еще раз правило, дивимся разом загадку. Дети пояснюють, какое слово. Если вам вдаётся подгадать, что это за слово, квиток ваш. Увага на экраны, сейчас все разом будем выгадывать, что они нам загадают сегодня. Когда слушается музыка, там есть такая драматичная пленка. Когда едешь в маршрутке, слышно его. Оно бывает на разных частотах и на разных языках. То, что передают по телевизору или по коробке. Итак, Ирина, есть ли у вас вариант ответа на загаданное нашим малышам слово? Да, есть. Может быть, это радио? Не знаю, может быть, и радио. Давайте посмотрим, все-таки были ли вы правы. И сможете ли вы уже 30-го числа сходить в 16.00 на представление «Запорожский цирк»? Это радио. Это радио. Это радио. Так, это радио. Все вы решили. Поздравляем вас. Это правильный действительно ответ. Спасибо большое. А можно передать привет, пожалуйста, своему любимому мужу и сказать, что я его очень сильно люблю? А я к человеку звата. Может, Димочки? Скажите, а к человеку звата, а то за расти в человеке родители будут. Дима. Дима. Вот Дима от Ирины вам большой-большой привет. Жена вас любит, и помните об этом. У вас может быть какой-то сегодня семейный какой-то юбилей, или вы просто так решили именно вспомнить о мужу? Нет, нет, просто так. Ну, это очень приятно, потому что очень часто друг от друга вспоминаем не только по поводу каких-то дат, а если так, просто вы решили именно передать привет мужу, стоит, наверное, с вас брать пример. С кем пойдете в цирк, потому что пригласите ли на двоих? Ребенком. Отлично. Ну, и мужа Диму, не забудьте. Может быть, как раз семейный поход будет для вас приятным составляющим этого выходного. Спасибо большое. Татка Поттер. Потім выгуляемо. Мы можем узнать, какая погода у нас будет для того, чтобы татка не подмочил в дождь. А, друзья, после прогноза погоды мы продолжим общаться с нашими гостями. И, дорогие, это еще не конец. Сегодня презентуем вам одну далановиту запорезько-музичную команду. Тож, оставайтесь с нами до самого конца. Любят солоденьки наши сегодняшние покраски. Сколько компотик мы узнали. Любят, кстати, две сестрички. У нас сегодня у гостях две носухи. С удовольствием всем, кто присоединился к нам, напомню, что у нас в гостях дрессировщики программы «Кураж» запорожский цирк презентуют в эти выходные. И у вас есть уникальная возможность попасть на эти уже последние представления. И напомню, что у нас в гостях Анжела Филиппова и Олег Танкопий. Итак, общаемся по поводу как раз того, как они стали дрессировщиками. Насколько есть еще другие животные в программе. Узнали, что есть еще еноты и енотовидная собака у ребят. И чем отличаются друг от друга эти животные по характеру? Или в принципе даже между собой могут дружить? Еноты с носухами дружат более-менее. Да, как ни странно, носухи не любят собак, кошек так к ним тоже не очень относятся. А с енотом у них самые нормальные отношения. Ну такие. В мире считается, что еноты и носухи это один подвид семейства енотовых. А вы сказали про то, что вы с этим не согласны. Немного мы не согласны, потому что они не похожи по структуре и по физике. Вот есть, например, такое животное енотовидная собака. Во что вы о нем знаете? Ничего, честно. Я ничего не знаю, я уже больше не знаю. Я думаю, что учитывая, что есть котопес, то енотовидная собака это что-то нечто среднее. Между собакой и енотом. Ну вот вы угадали. Это именно внешность похожа на енота, а структура и поведение это леса собачьи. Даже по латыни уссурийская лиса, уссуриан фокс у нее название. То есть называется, у нас она живет под названием метовидная собака. Все из-за того, что у нее маска, как у енота. А, просто именно окрас сам такой похожий. Да, хвостик длиной такой. Енот, например, енот-полоскун у нас есть такая девочка. Она ночью активна, днем пассивна. Эти наоборот. Да это и речи, браты. Что? Да, но она сама. Она сама, ей даешь попить водичку, она выпила воды, а потом начинает в этой полоскать свои руки. А я думаю, это такое ласковое прозвище у кого-то жены, когда она слишком много говорит. Говорит, ну ты у меня енот-полоскун, полосишь. Они, дело в том, что у них не очень хорошее зрение, у енотов. И они на ощупь больше определяют в воде и везде. А вот почему? Она по своей структуре, наверное, познает мир только носом. Да. У них это место рук. Даже вот они ходят по мелководью, там ищут, ловят всяких раков, там всякую мелкую рыбку. И они носиком. Носиком нанюхали, тогда только уже ловят. Анжела, Олег, я знаю, что вы как раз со своими животными не только выступаете в цирке, а также принимали участие в телевизионном шоу талантов. Что это было за шоу и какие впечатления? Уклина Май Талант, шестой сезон. Очень положительные впечатления, нам очень понравилось. Какие номера показывала и за какими тваринами? То есть у себя шоу? С носухами, да, и с енотом. Только с носухами и с енотом мы прошли кастинг, а уже в прямом эфире без енота мы были с носухами, потому что енот по сценарию там не подошел. С вашего сценария, да. Я какая акция была на вашу выступ. Ой, великолепная, конечно, все были в восторге. Ну, нам все поздравляли, все говорили, но очень многие друзья писали. Мы как бы в цирке всю жизнь работаем, и очень много городов посетили, очень много знакомых. А тут решили поучаствовать как раз шоу талантов. Да, было удобно. С чем связано? Хочется в шоу-бизнес, популярность? Нет, нам было удобно. Мы находились в Киеве в тот момент, когда был кастинг, решили, почему бы нет, интересно. Мы были свободны как раз. Всегда интересно в этом поучаствовать. Мы работали в Литве, были на гастролях, и к нам обратились по поводу рекламы. У нашего енота у них мобильная связь, теле-2, пилдик там, и они предложили взять нашего енота. И мы вот целый день потратили на съемки с енотом. Нам было просто интересно, выйдет у нас, как это будет. Вышло просто замечательно. И сейчас этот ролик, как раз именно сейчас он проходит, это было получается полтора года назад, а сейчас это как раз вышла реклама эта. Ну что ж, я сподіваюсь, вы нам сьогодні поделитесь с нами посиланием на ютуб, где цей ролик с вашим енотом, а мы покажем всем нашим гадачам в нашей странице в мереже ВКонтакте. Насправді, это просто супер. И всі найбайдущі до тварин, я впевнена, із задоволенням 30 травня, відвідають ваш виступ. И я думаю, что еще стоит пригласить еще раз жителі Запорожжя на ваше представление. Конечно. Приходите в цирк на представление. Ну, мы рады були знакомству с вами, с вашими питомцами. Надеюсь, что в принципе в вашем семействе енотовидные собаки, енотов и носух еще кто-то появится. У нас есть еще. У нас есть кошки и собаки, но они как бы совсем маленько принимают там участие, просто чтобы разбавить. Ничего, они тоже станут со временем большими звездами. Спасибо большое, рада за вас, вы очень позитивны, так же, как и ваши питомцы. Вам впереди, как говорится, ни пуха, ни пера, хорошего представления, в общем, все в самом позитивном и положительном. Мы перерываемся дальше на рубрику и уже ждем. Нефедовс Бенд у нас принимает участие далее в эфире. Замечательный запорожский коллектив, который поделится своим творчеством и предстоящими музыкальными планами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова